В основном здесь пойдёт речь о тех результатах, которые закладывались в упадниках весной этого года, и о новых результатах, полученных после этого семинара. Ну и… И вот основные результаты сейчас выходят в астрономической листике, и как вы видите из названия, речь идёт в случае, поскольку идёт речь об атмосферах гиблии, тона, титана и тона, то речь пойдёт, прежде всего, о молекулярном ассоре, именно рассматриваются межмалекулярные процессы, связанные с возбуждением малекулярного азота и перекачивая энергию возбуждения на другие молекулы атомных атмосферах. Вот здесь приведены, значит, те состояния требований, состояния, которые у нас рассмотрены в работах, конкретно требовательные уровни. Ну и, прежде всего, я начну с земли, то есть, с такими проблемами, как полярные сияния. Ну, уже, прежде всего, вы знаете, что в полярных сияниях, в основном, доминируют зелёные и красные цвета, связанные, прежде всего, с тем, что красный цвет – это, значит, обусловленная полосами первой положительной системы, которая, вот, если взять кривую видимости, значит, человеческого глаза, чувствительности человеческого глаза, они где-то вот здесь вот располагаются. Дальше, вот, вторая положительная система, которая тоже хорошо сметится, вот, она где-то вот здесь вот располагается, то есть, обусловленная чувствительность нашего глаза. Вот, и, значит, одна очень интенсивная линия, это, которая располагается, по-разному, 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 по-разному. И вот здесь вот, например, результаты двух экспериментов, это вот опубликовано «Борис», «Шарп», то есть «Форд-Черчилл», ракетно-политома запускались ракеты. Вот результаты эксперимента применены, какие, на самом деле, не изменены. А это то, что на острове Хейса, когда, где, в 20-м году, проводили эксперименты. Вот здесь, значит, на самом деле, миссия – это те разработки, которые располагаются патрахопеды. Это первый один сайт, и вторая положительная система полосы. Значит, интересы были о том, что еще в 70-х годах, вот, достаточно высокое смещение зеленой миссии объяснилось тем, что молекулярный азот в результате различных, там, значит, процессов возбуждения, там, и процессов излучения, и сопновительных процессов аккумулировали, значит, на состоянии, а в нижайшем эфирном возбужденном состоянии и в столкновительных процессах присутствуют перекачки на атомах, на кислотах, которые возлучают зеленую линию. Ну, в середине 80-х годов, двое канадских наркотиков, как и молекулярный беды, они обратили внимание на тот факт, что, если учесть вот всех альберт-урований, которые я вам показал на предыдущем слайде, то должно быть значительно большая накачка вот состояния 1С, который излучает, и, соответственно, альберт-синусы должны быть гораздо больше, нежели это наблюдается в эксперименте. То есть, видно, что модель экспериментия, зеленые линии, практически, ну, блескнут по интенсивности с 39-40% от 1С. И вот, тогда еще, 20 лет назад, мы это применение приближения ванного зиммера, и показалось, что, действительно, если применить теоретическое приближение ванного зиммера, то, действительно, получается, что основной колебательный уровень, который дает накачку для атома кислоток, это у него есть. Именно он дает, именно эту накачку, а сводение, так сказать, менее эффективно. Потом, значит, ну, это часто уже показывало, что были проведены расчеты взаимодействия минусабильного регулянного азота с такими газами, как азот, невосбужденный азот и инфарктный газ. И было, значит, показано в этих расчетах, что основным механизмом, основным механизмом релаксации энергии возбуждения является перерос энергии на невосбужденные молекулы, на более низкие колебательные кванты. Ну, вот здесь приводятся результаты, сравнение результатов расчетов, это сплошные бунтирные линии, просто, как и он, буквально, с экспериментальными результатами получено, это достаточно хорошее согласие. И вот здесь вот уже, вот эти, значит, кружочки, я просто не рассказываю, это просто скорости резонансного обмена, которые получается, которые невозможно увидеть в неизотопных линиях. Ну, мы настаиваем на том, что именно таким образом происходит релаксация энергии, вот это электронного возбуждения. И просто часто те, кто, исследователи, которые занимаются, скажем, плазморазвядом или лабораторным развядом или исправительным, они все-таки используют так называемую теорию или колебательно-пускусательных, или колебательно-колебательных переходов. Ну, так сказать, мы настаиваем на том, что все-таки вот именно происходят неогеорбатические вот эти переходы межколебтронными состояниями. И вот результаты наши расчеты были применены для того, чтобы рассчитать скорости возбуждения состояния а-ругранного образа в атмосферах титана, тритона и плутона. Вот последние результаты, которые, как бы, новые, я буду опубликовывать в астрономическом исследовании, это то, что в атмосферах титона и плутона, вот на данных высотах, с увеличением компости наблюдается отецкая, значит, накачка за счет вот этих расправных переходов с молекулярного образа для нижних колебательных уровней. То есть это, соответственно, нужно сказаться как в лекомности, так и в колебательных генетике пугательного образа. И вот немножечко о последних результатах, которые получены вот в данном области. Вот за последние 15 лет были приобретены серия теоретических расчетов по различным состояниям, состояниям молебулярного азота, то есть вот этим трифетным. Были получены константы гашения их, вот они были опубликованы в серии, значит, работ. Последние вот датируются как раз вот этим годом. И они были использованы для того, чтобы исследовать, скажем так, электронную генетику электронного возбужденного состояния, B, которое ответственно именно за свечение полос первой положительной системы. И вот впервые, значит, было показано, что действительно в межморегулярном процессе необходимо учитывать. И что, скажем, вот в отличие от… Здесь нашли предметаль. Слева – это когда у вас учитываются только внутриво-регулярные процессы, а справа – когда учитываются и внутри, и межморегулярные процессы. И было потому, что с понижением, значит, высоты в случае высыпания электривистских электронов необходимо, значит, рост, наблюдается рост вклада в межморегулярных процессах именно для нижних и второпадных уровней. И, соответственно, при приближении к концентрациям порядково-порядково-президентной концентрациям необходимо учитывать межморегулярные процессы. Ну, и вот сейчас, значит, тоже в Geo-Psychological Эффективе представляется такая работа. Это по Спрайду. Ну, Спрайду, вы знаете, это разряд между и аносферой и грозовыми облаками. И вот, да, я хотел бы сказать, что когда мы проводим расчеты, допустим, по химфизике, то все-таки функцию возбуждения вот этих состояний мы, как правило, берем из тех акций, которые занимаются там расчетами электронов или, допустим, расчетом того, какие потоки. То есть мы потоки электронов или, скажем, скорость северного образования берем из литературы и скажем, что, значит, на фоне этого таким образом занимается именно вот эти химические процессы. Так вот, значит, мы взяли работу из Гаргели-Вазблица, то есть, чтобы в течение 5 мегросекунд на высоте 50 км вот здесь рассматривается скорость возбуждения за счет, значит, вот этих протоков электронов разряда и посмотрели, насколько, значит, эффективен вклад за счет, значит, такого процесса, что одновременно возбуждается у вас молекулярный азот. Он в молекулярных столкновениях, в межмолекулярных столкновениях происходит перенос на состояние герсперта, а потом различие, значит, столкновителей внутри межмолекулярных процессов происходит на качестве синтетного кислорода, так называемого. Вот, то есть в двух этих состояний, то синтетный кислород вам может быть известен, потому что B-состояние дает 762 мм в свечению, а A-состояние дает 1,27 микрона. Вот было получше, что действительно, если учитывать вклад именно молекулярного азота на кислород, то действительно наблюдается, значит, увеличение, скажем так, концентрации синтетного кислорода после того, как тогда заканчивается процесс на качестве именно за счет прибора электронного удара. Поэтому основные результаты состоят в том, что, скажем, для атмосферы земли, эффективно протекает процесс перекачки энергии возбуждения на кислород, не возбужденные кислородки образованием атоматных кислород в состоянии 1С, исключением зеленой линии, и, значит, для нас интерес в том, что почему именно тот парадокс, который сформулировали канадцы, что если учитывать все 8-долевательные корни, которые им сам рассматривает, то должно быть значительное превышение результатов просчета от тем, что наблюдается на эксперименте, и мы как раз понимаем, что если применить именно это движение Ивана Аузинова, то как раз вот только в этой качестве часто исключительно нулевые переливатели в уровне вот этого состояния. Дальше, для атмосферы титана, третона и плутона впервые были показаны, что молекулярный азот в тему участвует, электронный молекулярный азот эффективно участвует именно в накачке вот этого состояния атоматного, соответственно, заслечения полоски эмирона и, соответственно, каскады вот за счет вот этих излучений, да, в том, что у вас образуется электронный молекулярный азот, а вот светится там полосы, там, где-то 4,7 нанометра, эмикрона, вот, и, соответственно, вот эти процессы, они важны как в электронной азотеции угарного азота, так и в колебательной азотеции. Ну, и впервые вот в этом году представлены результаты по тому, насколько важен именно электронно-возбужденный эмикулярный азот в процессах переноса и в процессах возбуждения, скажем, синдетного кислорода во время таких вот разрядов, которые, как известно, как спрахи. На этом, конечно, на самом деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы? Жанна Саня. А можно вот я вопрос какой-то, может, стороны. А каков объём вот этого переноса, то есть вот сколько энергии переносится? Ну, у вас происходит, ну, то есть у вас происходит возбуждение атомов или происходит перенос там кислорода, да? Сколько? Нет. Сколько в джоулях это переносится? Ну, в джоулях, значит, там в основном работаем либо сантилетром минус первого, либо в электрон-вольтах. Вот 6 электрон-вольт примерно вот это состояние, вот этого атомов, да? Он сталкивается, там, значит, по определённым законам, он переносится в состояние, в состояние. Самый перебыватель возбуждён образуется, там сколько это доли электрон-вольт, да? А на кислород переносы, да, это 4 электрон-вольт. И постеленно идут релаксации на 2 электрон-вольт, то есть 1-2 вот такие, в состоянии А и В. А как долго он в этом возбуждённом состоянии находится? То есть… А всё зависит от того, от характерной скоростей. Если вы, например, на больших высотах находитесь и там излучение, то там, соответственно, излучательное время жизни, то есть, как цель Минштейна. Там времена жизни у кого-то в микросекунды, в каких-то составе у каких-то миллисекунд, вот это А составе секунды. Вот поэтому она действительно очень долгоживущая. А если вы опускаетесь на высоты, скажем, порядка, там, ну, допустим, 30 километров, да, ну, там надо просто поглядеть. Характерные процессы, там, 10 минус 11 константы, да? А если в плотности у вас, допустим, 10, как им, 17-й, вот перед нажатем у вас получается 10-й, то есть, гораздо превышает, нежели то, что на 6 порядков. То есть, практически полностью оно и уходит именно на столкновительные процессы. Спасибо. Вопросы? Можно я задам вопрос по поводу второго пункта про атмосферу Титана в качестве регреза? Какие-то сравнения с наблюдениями, я так понимаю, это свечение ЦО, да, возбуждённых состояний? На камеру, на камеру. Да, то есть, и были сравнения, вот, как проверка этого всего? Вот этого не было, да. То есть, это... Да, вот сейчас голубая мечта, чтобы именно... На наблюдении есть? На наблюдении есть один. По инфракрасному звучит 4,7. Вот. Это вот с этого чилистского телескопа. Ну, и наша вот сейчас задача применить именно это для колебательной генетики, в первую очередь. Ну, вот в первую очередь идёт дальше. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Если вопросов больше нет... Спасибо. Спасибо.